Мы начинаем нашу пресс-конференцию общественной организации «Сотня ЛЭВА» о сажении автомобиля организацией. Сегодня активисты озвучат причины, которые, по их мнению, привели к проджогу авто, а также расскажут о своей деятельности и планах на будущее. Сегодня у нас в гостях Юрий Йомин, замкомандира «Сотня ЛЭВА» по связям с общественностью, и Андрей Чметько, начальник штаба «Сотня ЛЭВА». Кто из вас начнёт? Андрей? Юрий. А, Юрий. Хорошо. Я работаю. Ну, как вы все знаете, позавчера ночью в районе 2.30 нам подошли автомобиль нашей организации. Автомобиль сгорел до тла, благополучно никто не пострадал, хотя произошёл взрыв. В принципе, сейчас всё это рассматривает милиция. Видео с камер наружного наблюдения мы сняли, передали правоохранительные органы. Ну, и как бы будем ждать результата. По поводу того, склонны мы думать на кого-то или нет, здесь как бы двух мнений быть не может. Естественно, это те силы, которые недовольны нашей деятельностью. Вы знаете, наша деятельность направлена на борьбу со злом, который мешает жить нашим горожанам. Мы работаем исключительно на... Мы полностью аполитичны и работаем исключительно на громаду города. То есть, начинаем с низов. То самое, что мешает нам жить. Наркоаптеки, наркопритоны, маковые точки, всевозможные наливайки бесконечные, самогоны, спирты, ну и так далее. Ну, поэтому, скажем так, думать на кого-то конкретно. Мы даже здесь видим, сюда можно и поставить череду, даже конфликт наш с правым сектором. У нас возникло непонимание. Даже они могли это сделать, используя правоохранительные органы. Поэтому, однозначно, мы не думаем ни на кого. Мы думаем на всех. Ну, а по сути, для нас это не имеет особого значения, потому что нас это с пути нашей борьбы не собьет. Ну, и никак не напугает. Одно дело, когда одному человеку жгут машину и запугивают, там, предпринимателя или активиста. А другое дело, машину жгут организации. Организацию невозможно испугать. То есть, скажу так, да утроит это наши силы. Значит, мы на верном пути. Ну, а то, что по законам, как бы, вот этой негласной войны нам ее спалили, мы будем списывать это на потери. Значит, чем больше мы будем этой нечисти ликвидировать, тем лучше нашим горожанам будет жить. Андрей, есть что-то добавлено? Да, я добавлю. Вы поймите, ставший на этот путь борьбы с несправедливостью, и, как говорится, с такими беззакониями, с коррупцией, который погряз весь Харьков полностью. Ну, это и неудивительно, что сажили машину. Я думаю, наша организация не сильно и расстраивается об этом, потому что мы понимали, с кем мы завязываем войну, как это все будет. Так что тем, кому сжег машину, передаем привет, не переживайте. Искать, конечно, мы будем, кто сжег машину. Ищем уже, есть у нас там подвижки в этом. Ну, никакой венгета не будет, будут заниматься правоохранительные органы. И все там будут заниматься именно наказанием, расследованием и всем остальным. Это не может. Хочу добавить следующее, что поджог машины говорит нам о том, что мы на правильном пути действительном. Действительно, коль мы не угодны некоторым элементам, мы действительно занимаемся правом и диваном. И выбрали правильное направление. Правильно? Что хочу добавить в это? Да, есть у нас какие-то... Больше мы склоняемся, что это... Такая акция была, можно даже приписать ее правому сектору. Может, я и ошибаюсь, потому что было неодноразумно. У нас конфликт, и у нас есть уже давно, на сегодняшний день, очень много непонимания. Поэтому, может, это и они. Ну, мы не говорим, мы же за руку не поймали. Разберутся правоохранительные органы, и там все будет понятно. Я думаю, что перед ним голосовал, да? Конечно. Коллеги, есть какие-то вопросы, журналисты, голоса. Вы говорили... Да, пожалуйста. Собственно, какого-то сектора нужно, пожалуйста, и голоса. Чем вы связываете? Какое-то время назад у нас возник конфликт и непонимание с правым сектором. Сектором мы ждали от них поддержки, а по сути мы увидели бездействие. Они себя трактовали, как радикалы, которые заботятся о народе, ну, именно о горожанах. В реале мы увидели совсем обратное. Ну, на наш взгляд, в Харькове непосредственно, мы уважаем очень саму организацию правый сектор, но и в Харькове непосредственно. На наш взгляд, это телевизионный проект, которому мы способствовали. Мы вместе принимали участие в акциях, ну, и, по сути, протягивали их везде. Я думаю, они так же нас не любят, как и мы на сегодняшний день. И будет, я думаю, пресс-конференция, в которой они попытаются дать объяснение этому. Ну, я считаю, что мы не должны это внутреннее, какая-то наша таковая понятность. Мы не будем выносить ссоры избы, это внутренняя международная. Суть конфликта мы не будем снять. Он наш внутренний. Мы, по сути, представляем правое крыло и правые силы. Поэтому оставим это между нами. А у вас же были какие-то совместные проекты, то есть патрулировали? Нет. Смотрите, на моменте патрулирования правый сектор был не в состоянии патрулировать, и у них нет желания, невозможности нет. Мы начинали вместе патрулировать вокзал. Но были некие действия от них, которые нам стали невразумительны. Мы имели разговор, и после этого они исчезли. Они себя сакцентировали на блокаде Крыма, как они говорят, на других каких-то важных делах для Харькова. Начальник штаба подписывал книги аэропорта, хотя не воевал там. Ну и так далее. То есть такие очень важные, на наш взгляд, для Харькова дела. Мы решили, по сути, как это сказать, заняться грязными делами. Мусор, мести метлами, наводить чистоту в городе. Практическими делами. Здесь и сейчас. И каждый день. Чем больше мы этого будем делать, тем город будет чище, и нам будет всем легче дышать. А вот как вы говорили, что вы занимаетесь раскрытием, вот нормаций, какие, сколько, можете ввести какие-то энергии, сколько уже? Смотрите, мы пробовали разными методами бороться с этой нечистью, но самое эффективное оказалось блокадо этих наркотик. У нас был, скажем так, пилотный проект. Мы взяли в районе 12 аптек, поставили там, где круглосуточно работает аптека, круглосуточный патруль, там, где обычный день, дневной день. Два активиста, при этом мы предупреждали аптекарей, что с этого момента стоят два человека с громадского патруля. Они имели повязки, желто-блокитные с надписью громадский патруль. Вызывали полицию, объясняли законность наших действий. Она это подтвердила. Нам было разрешено заходить вместе с покупателями в аптеку и смотреть, дается ли рецепт при отпуске наркосодержащих препаратов. Но при этом нашли мы, конечно, одну маленькую дырочку. Она на уровне правительства должна решена быть, потому что одну упаковку того же кадепсина по закону можно отпускать без рецепта. Устраиваются карусели, подростки, заходя по 10 раз, набирают нужное количество наркотиков и, по сути, объедаются ими. Тем самым, сама идея здоровой нации уходит далекая. Мы радуем за то, чтобы наши дети были здоровы, умны и сильны. Только так мы сможем свободную Украину построить, которая будет действительно конкурировать на международном уровне. И еще раз подчеркну, мы аполитичны. Все наши действия направлены только на заботу о городе Харькове. Нас нам больше не хватает. Мы с удовольствием это движение, а громадский патруль, подняли на уровень Украины. Но пока нет ни сил, ни возможностей. Надеюсь, своим примером мы покажем другим городам, и это подхватят. Это движение будет расти и крем. Да, хочу добавить. Проект громадский патруль. Да, это наша тема, мы основатели его. Туда уходят, я вам скажу, немало общественных организаций, довольно-таки серьезных в городе Харьков. Вы помните, как мы начинали радикально с этих аптек. Практика показывает, что может какой-то эффект есть работы, но который влечет за собой открыть кучу уголовных дел. Да, красиво оно на картинку, на камеры, но по жизни оно совсем не было. Поэтому мы сейчас на сегодняшний день поменяли тактику. Есть понимание с органами МВД, прокуратуры. В этом плане мы разрабатываем операции и стараемся правильно, чтобы, будем говорить, с наименьшими потерями, не создание и не открытие, чтобы ни РДР, ни было уголовщины, чтобы более-менее это было цивилизованно. Как Юра сказал, это блокировка этих аптек. Да, но схема работает хорошо, но плохо, что... Не хватает сил. Людей не хватает, мы не можем удерживать, потому что 2-3 недели блокировать аптеку, они не работают. Как только отошли куда-то силы, отвели, сняли посты, и начинается опять такое выживание. Буквально на следующий день вас обновляют. Ну, я думаю, что совместному усилию мы все равно придем к такой схеме работы, и чтобы будем стараться. К тому же мы очень рассчитываем на помощь горожанам. Очень многим эти аптеки и притоны надоели, они видят, что происходит с детьми. По сути, мы получаем из ребенка, который в 12-13 лет начинает употреблять эти кадыносодержащие таблетки. К 17-18 это, по сути, круглый идиот. У нас есть еще один вопрос. Не один, а целых несколько. Андрей, первый вопрос к вам. Когда вы говорили о возможных инициаторах поджога, не связываете ли вы это с последствиями выборами? Вы участвовали в выборах, возможно, вы нашли там врага. Ну как выборы нужно найти? Вы знаете, участвовали в выборах, но знаем, что... А вы кому-то наступили больно. Не-не-не, это все. Да мы анализировали там как бы не один час. Не, к выборам никакого отношения. Эту компоненту отменили. И еще один вопрос. Вот когда вы говорите, что надо расширять сеть, видите ли вы какие-то организации в Хайкере, общественные, которые могли бы стать вашими партнерами в этом проекте? Ну, в первую очередь мы видим партнерами в этом проекте, то есть самих горожан. Кроме них нам, по сути, никто не поможет, потому что любая организация, которая подключается к этому движению «Громадский патруль», ну, не в состоянии физически помочь даже таким количеством людей. Ведь, по сути, если мы возьмем 50-70 наркоаптек, которые, ну, это я самый минимум назвал по городу, то нам нужно одновременно вывезти на улицы 150 человек, обеспечить их горячей, с учетом того, что сейчас холодно, горячей пищей, автомобиль каждый поставить, где они смогут греться, не только в аптеке, а так как, когда круглосуточно, аптека закрывается, окошко работает, эта машина должна стоять рядом. При этом мы, как бы, до конца не тянем это. Мы, понятно, свои сбережения тратим, какая-то помощь от людей есть, но ее недостаточно. Поэтому мы будем анонсировать в ближайшее время и обращаться к горожанам с просьбой примкнуть к этому движению. Мы только всем городом сможем это вычислить. Точно так уйдет в прошлое и МАК, и наливайки эти бесконечные, которые в каждом районе 5, 7, 10 самогон рекой течет, пьяные люди просто валяются возле этих алкогольных притонов. Но это невозможно. Это полная диаградация нации. То есть мы, по сути, убиваем сами себя самозабвенно. И если слабые люди это не понимают, но тех, кто хоть как-то разумеет, шок, шок это шок. Мы не можем на это смотреть. Я прошу прощения, но все же таки. Вы говорите, люди, граждане. Но просто граждане не подготовлены к тому, чтобы осуществлять такую работу. То есть вы уже сейчас готовы обучать людей? Нам не надо их специально обучать. У нас, я вам сказал, был пилотный проект, мы проверили, как это работает. И нам, по сути, не нужно специальное обучение людей. Нужно желание помочь своим детям, своим близким, которые впали в наркозависимость, в алкогольную зависимость. Мы выставляем посты. Я объясню еще раз. Два человека, которые смотрят правильность продажи кадыиносодержащего. И этого, как правило, хватает. У нас были ночные инциденты с наркозависимыми. Конечно, они мечутся, им плохо. А в центре реабилитационные их вместить не могут. Такое количество. Их на самом деле очень много. Очень много. Поэтому достаточно простого внимания. То есть условно патрульная машина, которая объезжает свой кусок. И два активиста, которые находятся в свободное от работы время и с желанием помочь людям, этого хватит. Но это вы говорите, как продают лекарства в аптеках. А как в таком случае бороться с наливайками? С наливайками мы очень просто боремся. Этот процесс тоже особого труда. При желании. На самом деле мы все думаем, что это что-то запретное. При желании легко с этим бороться. Мы подходим к подобному заведению, объявляем, что мы громадский патруль. По нам это видно, повязки, форма. Вызываем 102. Фиксируем. Как правило мы видеофиксацию проводим, чтобы это была доказательной базой. Полиция принимает видеофиксацию. Мы фиксируем, вызываем 102. И по закону они приезжают, описывают, изымают и увозят. Точка закрыта. Точно так же мы закрыли несколько ларьков, которые находились возле школ и непосредственно детям продавались. Сигареты россыпью, поштучно, напитки эти ускоряющие, рево, всевозможные энергетики, пиво детям продавалось. Мы точно так вызывали полицию, фиксировали факт продажи, несовершеннолетний подходил и просто покупал. Ну, последний раз через два часа ларьок просто приехал кран, снял и забрал. То есть с этим нужно и можно бороться. Как происходит взаимодействие с полицией? Проще стало, нежели с полицией? С полицией у нас шикарные отношения. Нам, во-первых, нравится неподкупность ребят. Они действительно настроены на серьезную работу и хотят помочь грамотинам. Они понимают нас. И так как мы действуем в правовом поле, у нас полное взаимопонимание. Там, где они не могут, мы можем. Поэтому, как только мы вызываем 102, мы всегда рассчитываем на стопроцентную помощь. Можно еще скажу. Вот это не так давно мы пришли на этот механизм работы 102. с полицией. Я вам скажу, много дал нам избежать от криминальщины. Это уже возникает в процессе вот таких мероприятий. И может даже и будущее за это застанавливается. Да, да, мы верим. Сами они ничего не сделают, хочу добавить. Все равно только благодаря тем людям, небезразличным, которые действительно интересуют судьбой будущего, будущего Харькова. Мы можем вместе только посмотреть такое достойное. Будущее наших детей. Если мы будем ко всему этому небезразличны. Каждый из нас, каждый. Я отвечу на тот вопрос, что обращаются, да, к нам обращаются некоторые организации. И мы готовы и рады видеть все те организации общественные, которые примкнутся к этому общественному, общегородскому движению, Харьковскому громадский патруль, который совместными усилиями мы сможем навести порядок в этом городе. Хоть в какой-то степени. Потому что сами мы понимаем, мы не для себя. Мы делаем это для наших детей. Будущее наших детей – это залог успеха всего. Политика здесь ни при чем. Еще раз ставим. Убрав муса с улиц, нам станет чисто. Все это понимают. Это еще профессор Преображенский. Разруха всего лишь в головах. Уважаемые господи, вопросы. Если вопросов больше нет, тогда мы поблагодарим вас. Все, спасибо за внимание.